Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. И сегодня мы с вами разговариваем про одну из первых зеленых операций на винограднике. Нормировка зелеными побегами. Этой теме будет посвящено два ролика. Сегодня мы поговорим о нормировке на взрослых кустах винограда. А через несколько дней я выпущу ролик про молодые кустики с первого по третий год. Для начала поговорим, для чего вообще это нужно. Дело в том, что виноград закладывает больше почек. И, соответственно, из них будет развиваться больше побегов, чем ему необходимо. Таким образом растение подстраховывается от всяких неблагоприятных явлений. Мало ли там морозик какой-то придет, ураган, что-то поломается, град побьет и все остальное. Напомню, что у нас и у винограда совершенно разные цели. Ему хочется расти и размножаться, то есть потом просто косточки, чтобы его разбросались. А мы что хотим? Мы хотим получить красивую, спелую, вкусную ягоду еще и вовремя. И поэтому мы должны применять эту самую нормировку. Потому что он заложит больше. И, соответственно, если все это остается, то сил он будет тратить тоже больше. Не на нашу красивую ягоду и красивую гроздь, которую мы хотим получить. А на то, чтобы поддерживать рост этих побегов. Поэтому, если мы хотим классный урожай, нам надо немножко над этим поработать. Следующее. Когда же проводить эту самую нормировку? Первое и самое важное. Тогда, когда у нас закончились все неблагоприятные явления. Сегодня 19 мая. Еще сегодняшнюю ночь на некоторой части нашей небольшой страны были заморозки. То есть, понимаете, смысл убирать лишние побеги, если может прийти морозик и вместо вас убрать. Причем гораздо больше, чем необходимо. И даже пройдя по своему винограднику, я обратила внимание, что где-то на молодых кустиках, где почечки были совсем внизу у почвы, они немножечко их морозик прихватил. То есть, у нас где-то немножко морозик был. Поэтому ждем окончания неблагоприятных явлений в виде заморозков. Понятно, что в некоторых регионах, в некоторые какие-то страшные годы, заморозки могут прийти и в каком-нибудь июне. Да, к сожалению, такое бывает. Но хотя бы основное мы подождали. Понятно, что мы не будем ждать до июня. И можно начинать работать над нормировкой. Второе условие. Нам должно быть видно, что нормировать. Если у нас почечки совсем малюсенькие, то там еще не совсем понятно, надо что-то убирать, не надо, как что развивается. Вот, например, на этом кустике только почки стали пробуждаться. Пока что их можно не трогать. Вот на этих лозах тоже почки только-только стали распускаться. Поэтому здесь нечего спешить. Пока в нормировке они не нуждаются. Ну, а вот когда появляются хотя бы вот такие свечечки, вот, по сравнению с моей рукой, и видно, да, что вот двойничок почка, вот двойничок почка, вот двойничок почка. В таком случае уже можно начинать работу над нормировкой. И первый этап – это как раз-таки убирать вот эти самые двойнички, тройнички, если они есть. Вот пример тройничка. Тоже вот эти все. Мы убираем, оставляем только самую главную. Проводим мы эту операцию поэтапно. Вот, начиная с маленького развития, да, и уже там постепенно-постепенно наблюдаем. Ну, сейчас все вам покажу на конкретных примерах. Конечно, если у вас по какой-то причине не получается приехать на виноградник, и вы думаете, ай-яй-яй, там все переросло, ну, ничего страшного, будете делать тогда, когда у вас получится. Но если есть возможность сделать это поэтапно, то лучше делать именно так. И вам будет гораздо проще, потому что особенно новичку всегда жалко. Ну, как я буду что-то выламывать? А когда вы раз подошли к кустику, другой, третий, то вам все будет гораздо легче. Ну, а теперь переходим к конкретным примерам. Итак, вот у нас уже достаточно взрослый кустик. И здесь у нас все красиво по классике. Вот у нас побег прошлого года. Это у нас плодовая стрелка. Значит, если вдруг что-то есть ниже плодовой стрелки, видите, вот, например, почечка какая-то лезет, мы ее выламываем. То есть все, что ниже проволоки, мы убираем. Единственное исключение, если нам надо вырастить дополнительно рукав, к примеру, кстати, обратите внимание, куст трехрукавный. Так сложилось. И вон, видим, у нас там есть почки. Вот, довольно неплохо они развиваются. То есть из какой-то из этих почек мы можем вырастить еще один рукавчик. Конечно, в идеале, чтобы они разлились с другой стороны. Но ничего, развернем в случае необходимости, потом побег, который из них вырастет. Но оставим из этих почек только одну. Ту, которая лучше, больше и сильнее. Теперь смотрим дальше. Ну, вроде бы, вот еще у нас до проволоки место привязки. Ну, смотрите, вот эта почка у нас хорошо развивается. И мы ее оставим на оплодоношение, на побежек на следующий год. Удлинение у нас будет вот всего лишь вот такое. Здесь у нас примерно серединка между кустами. То есть все идеально. Мы ее оставляем. Дальше. Идем и смотрим. Вон у нас двойнички, тройнички. Они нам такие не нужны. Мы их выламываем. Оставляем только самую лучшую почечку. Если неудобно выламывать, еще почка маленькая, не надо пытаться ее ковырять. Подождите, немножко, пару дней. Выломайте чуть позже. Все, двойнички выломали. Теперь смотрим развитие. Да, здесь все примерно одинаковое. И только вот одна почка как-то отстает. Ее можно убрать. Переходим на другую сторону этого же куста. Схема абсолютно такая же. Мы должны убрать все, что ниже. Но по какой-то причине здесь у нас коротковато. Да, вот так привязалось. Либо бывают ситуации, что дальше особо почек нету. То есть смотрим. Здесь у нас такие хорошие, красивые. Здесь у нас раз почка. Тут нету. Два почка. Три. Это слишком мало. Это взрослый куст. Поэтому мы не спешим выламывать то, что ниже. Мы просто сейчас руководствуемся принципом. Выламываем двойнички. Так, вот эти видим тоже слабенькие. Мы их убираем. Это пока можно оставить. Так, вот этот вниз растет. Неудобно. Убираем. Здесь убираем двойничок. Вот тут какая-то слабенькая. Двойничок уберем. И все. Пока оставляем так. Ждем, смотрим. Как у нас все растет и развивается. И дальше опять убираем то, что будет слабеньким. Оставляя самое сильное. Пока на таком этапе развития кустика того, что мы сегодня здесь проломали, более чем достаточно. Вот мы с вами посмотрели предварительную проломку. И теперь идем дальше. Здесь у меня уже кустики в теплице. Понятно, что у них развитие больше, развитие лучше. И на этом примере я вам уже покажу окончательную нормировку зелеными побегами. То, что я вам уже говорила. Наблюдаем. И вот четко видно. Вот побег. Да, хороший, большой. Вот побег. Хороший, большой. Но здесь, к сожалению, при открытии заломан. И не будем обращать на него внимания. И вот, видим, какой побег. Разница. Очень сильная. Причем, смотрите, дальше такой же. Маленький. И еще дальше. Опять побеги большие. Причем вон там и с урожаем. Все с ними хорошо. Зачем нам вот этот бласт? Он не нужен. Поэтому мы их убираем. И этот. И вот этот. Все. Они нам не нужны. Точно так же здесь в конце смотрим. Видим побежек. Хороший, большой. Вот, не досмотрели. Двойничок. Двойничок убрали. И вот опять у нас. Вот побег большой, хороший. А вот этот маленький. Зачем нам? Убрали. Вот здесь, смотрите, тоже хороший пример. Ну, мы видим две плодовые стрелки. Вот одна. Вот вторая. На одной у нас раз маленький побег. Два маленький побег. Три. Хороший побег. Четыре. Хороший побег. Пять. Хороший побег. Шесть. Маленький. Вот это нам зачем? Балласт. Убрали. Возвращаемся сюда в начало. Маленький этот. Убрали. Вот этот тоже убираем. Тем более, видите, здесь и так побегов много. Слишком много. Они могут загущать друг друга. И вот эти маленькие, тем более, не нужны. Четко видно разница в развитии. Смотрим вторую стрелку плодоношения. Вот она тоже на ней. Раз. Хороший. Два. Хороший. Кстати, двойник можно убрать. Три. Хороший. Четыре. Хороший. Пять. Хороший. Шесть. А бы что? А дальше вот. Идет седьмой хороший. Вот этот нам зачем? Все. Убрали его. И финальный вопрос. Сколько почек, сколько побегов в итоге оставлять? На самом деле вопрос спорный. Да, есть усредненные цифры для взрослого куста. Часто даются в характеристиках сорта. 20-25 глазков. Где-то больше. Но все зависит от самого куста. От того, как он растет. От того, как он развивается. Вот сейчас мы с вами стоим. Куст Зилги. Кусту больше 10 лет. Это один из наших первых кустов. В прошлом году здесь было порядка 80 глазков оставлено. Смысл их считать. Куст большой. Куст хорошо развивается. Здесь пока что меняются сорта, меняются кустики. Поэтому чай шпалеры пустует. И зига вон распущена почти на всю эту шпалеру. И соответственно тут и рукавов много. Тут и глазков много. И мы руководствуемся только принципом наблюдения. Мы смотрим. Хорошо растет. Побеги оставляем. То, что плохо растет, убираем. Также можно убирать то, что растет неудобно. Я вам показывала пример. Когда много всего может быть в одном месте. Так иногда получается. Там мы убирали более слабенький побег. Но если их даже много там хороших. То один какой-то может быть даже и два можно убрать. Если они нам мешают. Если их уже, ну скажем так, некуда девать. То есть мы руководствуемся именно принципом наблюдения за кустом. И наш кустик сам нам подскажет. Надо у него что-то убирать или нет. А теперь подводим итог. Нормировку зелеными побегами мы делаем поэтапно. Мы наблюдаем. Конечно, можно считать побеги. Можно придерживаться каких-то средних цифр. Тем не менее, кустик вам сам подсказывает. Что и как с ним делать. И кратенько подытожим, что нам надо убирать. Первое. Двойнички и тройнички. Второе. Мы смотрим на формировки. И убираем все, что ниже верхней проволоки. Но помним, если нам надо что-то оставить на рукава, на какие-то побеги, мы оставляем. Дальше мы убираем побеги неплодоносные. У меня не было примера, чтобы вам это показать. Но неплодоносные побеги нам не нужны. Единственное, когда мы можем оставить такой побег, если он у нас растет в удобном месте, и мы понимаем, что нам удобно будет его использовать на следующий год на плодовую стрелку. Но важно подчеркнуть, что наличие урожая на побеге, который пойдет на следующий год на плодоношение, никак не сказывается в дальнейшем. Поэтому смело можно оставлять на плодоношение на следующий год, на плодовую стрелку побеги с урожаем. Также мы убираем все, что неудобно для нас растет, и убираем более слабые побеги. Надеюсь, видео было вам полезно. Я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео нажав кнопку еще ссылка на каталог наших сортов винограда, мои контакты. И также напоминаю, что отдельное видео по молодым кустикам, выйдет в ближайшие дни. До новых встреч!